Брест – город, где находится всем известная Брестская крепость-герой. Здесь каждый брещанин не понаслышке знает, каково это – Родину защищать. На территории области насчитывается 662 ветерана Великой Отечественной войны. И это лишь малая часть тех долгожителей, которые смогли перенести все тяготы страшной борьбы и дожить до преклонных лет. Именно о них говорили на заседании Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил. Цель этого заседания Комитета – еще раз поднять активность ветеранов по готовке встречи этой даты. В первую очередь забота о ветеранах, чтобы каждый ветеран был досмотрен, чтобы каждый ветеран был охвачен медицинской комиссией, чтобы каждый ветеран получал достойную пенсию. На заседании планировали дальнейшее активное участие ветеранских организаций в подготовке и проведении мероприятий празднования 75-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Присутствующие члены Президиума Областного совета ветеранов и Областного комитета ветеранов выступили с докладами и обсудили результаты проделанной работы. У нас на сегодняшний день 9 членов комитета. К сожалению, участников Великой Отечественной войны в составе комитета сейчас нет. Ну, сами понимаете, возраст всем уже за 93 и далее лет. Поэтому мы уже как бы их приглашаем по мере возможности, но основная, конечно, нагрузка лежит на нас. Значит, вы задали вопрос, в чем особенность вот этого заседания. Ну, мы решили в январе немножко, так сказать, напрячь и усилить нашу организацию. Проект решения заседания постановил взаимодействовать с органами власти, организациями и учреждениями социальной защиты, здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и волонтерами для оказания помощи в решении злободневных проблем ветеранов. Продолжить работу по подготовке к празднованию 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, а также по увековечиванию памяти подвига советского народа. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.